Всем привет! Какую кратковолновую радиостанцию взять с собой в путешествие? Нет, конечно, если это путешествие на автомобиле с большим количеством вещей, с комфортом, с палатками, шатрами, тентами, с раскладными стульчиками, тяжелыми аккумуляторами, светом, бензогенератором, то можно взять с собой 100 ваттный трансивер, а может быть даже с усилителем, и работать с этого трансивера в настольном варианте из палатки или из автомобиля даже в плохую погоду и в дождь. Но, если вы идете в пеший поход и берете с собой минимум вещей на много дней в автономном режиме, или вы выходите на 1-2 дня на очень небольшой поход или пикник и берете с собой совсем мало вещей, то какую взять с собой радиостанцию? Очень многие сразу при ответе на этот вопрос вспоминают трансивер ЕЗУФТ 817 или 818, как он сейчас стал называться. Действительно, этот трансивер уже лет 20 занимает очень прочно место на рынке, именно как трансивер, предназначенный для работы из полевых условий. Конечно, у этого трансивера прекрасные характеристики, хорошо работает приемник, даже если он был бы настольным, большим трансивером, а не таким маленьким. Но такой ли уж он предназначен для полей? Что в нем сделано для того, чтобы этот трансивер можно было считать предназначенным для работы из полей? Практически ничего. У него все разъемы абсолютно такие же, как и у трансиверов, которые используются в стационарных условиях, у настольных трансиверов. Разъем 3,5 миллиметра, разъем мини-дин, они абсолютно не пригодны для работы в полях, в каких-то некомфортных условиях, тем более в экстремальных условиях. Эти разъемы все очень ненадежные, они не имеют никакой влагозащиты, никакой механической прочности, то есть любое какое-то воздействие на этот разъем сразу приводит к выходу его из строя, или по крайней мере к нарушению работы. Эти разъемы работают только если они аккуратненько подключены двумя пальчиками на столе. Как только мы это где-то в палатке там в темноте задели ботинком, то все это сломается сразу же. И то же самое касается других радиолюбительских трансиверов, например набирающие популярность ICOM 705 сейчас. Это тоже настольный трансивер, просто выполненный в виде маленького размера. А что говорить о потреблении этих трансиверов? 0,5 ампера потребляющие FT817 конечно это немного по сравнению с какими-нибудь большими настольными трансиверами с огромным дисплеем, который потребляет по 2-3 ампера. Но 0,5 ампера для работы в полевых условиях это тоже очень много, так как аккумуляторы обычно с собой небольших размеров, небольшой емкости. Если мы идем в пеший поход или на какую-то пешую прогулку, то мы не можем с собой взять аккумулятор весом 20-30 килограмм. И поэтому емкости аккумуляторов тоже ограничены. 500 миллиампер это тоже большое потребление. Это что касается радиолюбительских трансиверов. Вы спросите, а как же профессиональная аппаратура? Хорошо, профессиональная. Например, Q-Mac радиостанция. Очень прочный, очень надежный корпус, но это не любительская радиостанция. С помощью этой радиостанции нельзя прогуляться по диапазону, найти станции, которые работают на общий вызов. Она работает только в канальном режиме. Если взять какие-то современные профессиональные радиостанции, то это тоже самое. Работа в канальном режиме плюс максимум возможность отстройки от выбранной частоты. То же самое касается военных радиостанций, которые кстати говоря очень большие, тяжелые обычно. Так что профессиональная техника тоже не очень подходит. Китайские трансиверы. Китайская G90. Хороший конечно аппарат. Целых 20 ватт на выходе. Размеры небольшие и работает более-менее неплохо. Но все-таки он точно также по влагозащите, по пылезащите, по используемым разъемам абсолютно настольный аппарат. Конечно в комфортных условиях в автомобиле, в палатке, в сухом месте можно с него прекрасно поработать. Или в хорошую погоду на пикнике тоже прекрасно работает. Но если это настоящий поход, путешествие, когда вы не знаете какая у вас погода застанет в ближайшую неделю или дней 10. Она может быть разная. Может быть дождь, может быть сухо, может быть очень сыро, может быть огромной влажности, жарко. А может быть вообще снег. Поэтому вы не знаете какая будет погода и трансивер должен быть такой, что он работает при любых условиях. То же самое касается и китайского X6100. Это точно также настольный трансивер. Он очень маленький. Он можно сказать, что переносной, с автономным источником питания, но при этом у него огромное количество разъемов со всех сторон. И разъемы все эти исключительно настольные, исключительно предназначены для комфортной работы в сухом теплом месте. Это касается и разъемов 3,5 миллиметра и разъемов USB в любом их исполнении. Микро USB, мини USB, USB Type-C. В общем, любые USB разъемы это исключительно разъемы предназначены для работы дома на столе. Если вы так не считаете, то я вам приведу такой пример, после которого вам должно стать понятней. Представьте, что разъем micro USB или 3,5 миллиметра установлен на автомат Калашникова. И этот автомат не работает без работы разъема. Представьте, что вы бегаете с этим автоматом по лесу, в дождь и снег, и в любой момент вам нужно упасть, лечь, куда-то там спрятаться, стукнуть этим автоматом куда-то. И представьте, что будет с этим разъемом. Конечно же разъем сразу выйдет из строя. И поэтому, как только вы представляете, что техника какая-то для полей, и у вас якобы там будет работать разъем 3,5 миллиметра или USB, сразу вспоминайте про мое сравнение с автоматом Калашникова. Работать будет только очень прочный, надежный разъем. Так вот, к чему мое такое долгое вступление? К тому, что все-таки есть очень интересный коротковолновый радиолюбительский трансивер, именно разработанный с учетом того, что он будет использоваться исключительно в полевых условиях, и основные проблемы в нем как раз учтены. А именно, он имеет прочный металлический корпус, достаточно плоский, практически не имеет выступающих частей, разъемы применены исключительно металлические и прочные. Конечно эти разъемы не лучшие в мире, гораздо есть более прочные и надежные разъемы, но это какой-то минимум, хотя бы такие разъемы уже хорошо. Естественно, на этом трансивере нет ни одного разъема 3,5 миллиметра, нет ни одного разъема USB и так далее. При этом это цифровой трансивер, работающий по технологии SDR, и при этом он еще и потребляет 100 миллиампер всего. То есть это исключительно удобный для походов, для полей трансивер. Почему я вам так долго сначала рассказывал о других каких-то трансиверах и о проблемах, которые в них есть? Потому что меня очень удивило и поразило, насколько люди проработали именно проблемы работы в полях, использования в полях радиостанции при создании трансивера TX500. Это все сказанное ранее конечно же относится к применению радиостанции для радиолюбительских целей, а для профессиональной радиосвязи, когда нужна связь пункта А с пунктом Б на заранее известной фиксированной выбранной частоте существуют другие радиостанции. Итак, трансивер Discovery TX500 от производителя LAB 599, по-моему это лучший вариант радиолюбительского трансивера именно для радиосвязи из полевых условий, из походов, из экстремальных каких-то условий. Это бескомпромиссный трансивер, то есть нельзя сказать, что этим трансивером удобно было бы пользоваться и дома, и на даче, и в походе. Нет, это только для походов трансивер. Если вам хочется все в одном, чтобы это был и настольный трансивер с большим громкоговорителем, с большим дисплеем и походный, с маленьким потреблением и высокой степенью пыль-влагозащиты, то наверное это не тот трансивер, может быть вы такое не найдете. Этот трансивер исключительно походный, то есть дома конечно я бы стал пользоваться каким-то другим настольным трансивером, более удобным, как минимум звук из громкоговорителя, встроенного в этот микрофон, не такой качественный, как из больших динамиков, тем более из внешних каких-то динамиков. Так как этот трансивер походный, то динамик у него маленький. Для стационарных условий хотелось бы использовать другой какой-то трансивер, но этот трансивер по-моему такой лучший вариант именно походного трансивера. О нем подробно я вам расскажу в отдельном видео обзоре в ближайшее время, а сейчас пока на этом все. Используйте радиосвязь, занимайтесь радиолюбительством и дома, и в походах, и в путешествиях, и может быть применяйте радиосвязь не только для радиолюбительства, но и для каких-то профессиональных практических целей. Спасибо, что смотрели это видео, здесь был Алексей Игонин, всем пока!